всем привет с вами вульф и сегодня великих альбомах диск под названием tellies from the thousand lakes финской dead doom folk metal группы amorphous выпущены 1994 году ну что ж наверное многие с вас удивятся как это такой альбом который скажу сразу не продавался миллионами тиражами попал в такую рубрику где по умолчанию должны быть опусы только голубых кровей или хотя бы пластинки изменившие на порядок ход рок-историй да все верно tellies from the sound that lakes и стал таким уж мощным прорывом свое время хотя инноваторства в нем хватает да он не стал любимым детищем для каждого уважающего себя металл хэда но истинно понимающему смысл умной музыки человеку тысячи озер зайдут просто отлично во всяком случае я отношу себя как раз именно к такому человеку и это не удивительно ведь то что я слышу из-под инструмента финской группы я лично как шедевром и не назову так что как по мне amorphous великолепно на этом удивительном альбоме сочетал зубодробительную брутальность дэд металла с эпической раскованностью народного фольклора идущего прямо из самой глубины веков нашим подопечным как никому свое время удалось совместить жесткий смертельный металл начала 90-х и гитарные рифы просто распиливали вас на части с мягкими красивыми мелодиями смазанные вовсю великолепными клавишами контролируясь по ходу вокальным мощным гроулингом создавая из всего этого стену крутой и удивительной музыки музыки которая состояла из всего понемножку включая в себя думовые пассажи жесткие детовые вставки качевая почти грубовые рифы под которые голова идет сама в такт музыки а также применила необычный прием как для такого рубилова это небольшие вкрепления атмосферы прогрессив рока из 70-х и 80-х а Более того, почти в каждой вещи альбома, где звучит мощный думдетовый риф, поверх его можно заметить сопровождение классной соло-гитары, которая почти все время остается рядом возле, так сказать, своего ритм-гитарного собрата, создавая тем самым удивительной музыкальной гармонии с незабываемой силой мелодичности. Прибавим сюда кларифинского народного эпоса, искусственно перенесенного группой как словами, так и инструментами, на выходе получаем новый, на то время ход в экстремальной музыке, который потом особенно получит развитие последующих скандинавских металлических банд. До этого же как Dead, так и Doom были более-менее прямолинейными, базировавшиеся на достижениях из конца 80-х. Именно Amorphis, одни из первых, впоследствии смогли привнести в жесткий мощный металл нечто новаторское, открыв впоследствии дорогу, как я уже сказал, многим северным группам, выражать свое народное творчество путем скрещивания богатого прошлого своего наследия с популярной на то время экстремальной музыкой. Так что слушая Tales from the Thousand Lakes, ты как будто попадаешь в легенду, где вовсю ощущается холод и мороз северной страны. Но он никак не мрачен или демоничен, как это обычно было тогда положено в иерархии Dead Metal. Напротив, диск позитивен, красив и горд. Это, пожалуй, и будет, наверное, одним из самых решающих факторов того, что легенды Тысячи Озер можно и нужно называть великим альбомом. Ведь финнам, как никому еще тогда, удалось, сохраняя жесткость и брутальность смертельного иду металла, вывести свою тяжелую музыку несколько в иную плоскость. Плоскость, где красивая и эпичная, преобладает над мрачностью и уродством. Даже мощный детовый гроулинг вокалиста этому не помеха. Короче говоря, отличный альбом, который лично для меня стал еще одним открытием. Открытием, когда ты от якобы дэтого брутального звучания получаешь мелодичный атмосферный продукт. В Тысячах Озер есть все. Мощный рифовый кач, взвивающийся в небеса соло и уносящий в эфирные дали клавишные пассажи. И когда это все наконец-то заканчивается, ты понимаешь, что хочешь это еще и еще. При этом самопроизвольно, включая снова этот самый мелодичный, незабываемый и крутой Дэд Дум альбом. Дабы снова погрузиться в северные дали удивительного скандинавского эпоса. А на этом у меня пока все. С вами был, как всегда, Вульф и до новых великих альбомов. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.